И вот это я хочу, чтобы все запомнили навсегда и гордились. В 1799 году родился Александр Сергеевич Пушкин. С этого момента и дальше начались чудеса. С его появлением как будто бы проснулась духовная страна. Да. Пушкин дал язык, тот, на котором мы сегодня говорим. Пушкин был гением возрождения. Поэтому не Христос в его стихах, а Аполлон. Пан, Фебр. Да, все дух. Он античный. А если уж мы возьмем Гоголя, который вообще духовный отец всей литературы 20 века, да, кавки бы не было без Гоголя. Подумаешь, Грегор Замзе проснулся утром, Замзе и глядал, что он сороконожка. Ерунда. Вот майор Коварев, который проснулся, и у которого вместо носа абсолютно гладкое место. Вот это да. И это за сто лет до кавки. Ну а это ладно бы. А вспомните, кто рожал Акакия Акакевича в Шинель. У меня в книге есть тайна гения в первом томе. Старуха покойница родила. Помните, покойница расположилась родить, потом родила, а потом надо имя дать ребенку. Говорит, давайте, что ж сегодня в связях? Вовках? Папсикаки? Нет, говорит, старуха, имена все какие-то такие, да? Ну давайте еще, посмотрите в другой книжке, там опять еще хуже. Нет, говорит, покойница, эти имена мне не нравятся. Ладно, говорит старуха, отец был Акакий. И сын будет Акакий. Так появился Акакий Акакевич. Друзья мои, вы читаете внимательно. Вы видите, что старуха покойница рожала Акакия Акакевича. Я посмотрел в переводах на разные языки, они не справились со старухой покойницей. Они пишут роженица, роженица и никаких гвоздей. А как им объяснить, что у нас понятие времени священо, что у нас вообще в русской литературе все священо. Только Шекспир с нами сравнится по ужасу, когда у него в исторических хрониках встречаются герои, которые реально в истории один давно умер, когда второй родился. Все они между собой разговаривают, обсуждают проблемы. И это называется исторические хроники. Толстой сказал, что фу на него, на Шекспира. Не понял, что Шекспир писал фэнтези. Как и у Пушкина писал фэнтези. Вы что думаете, сказка о царе Салтане это просто сказка? Тогда объясните, чье имя Салтан. Какого народа, какой культуры, какой религии. Ислав Кузьмич, да? Ну, Султан, да? Мимо острова Буяна, царство славного Салтана. А как сына зовут? Гвидон. Это что, с ума сошел, Пушкин? У Салтана сын Гвида. Итальянский поэт эпохи Ренессанса Гвида Кабальканти. Смотрите, у Салтана родился Гвидон. Ну, это что, фэнтези, конечно. А что это за мимо острова Буяна? Хорошо. Три раза корабельщики плыли мимо острова Буяна в царство славного Салтана. А четвертый раз, чем дело кончилось, помните? Кто-нибудь внимательно читал? Ну, помните, первый раз, чем торговали, да? Михаил, Жукарин, потом только ценности и всем, да? Последний раз. Торговали мы не даром, не указанным товаром. И теперь нам вышел срок. Путь мы держим на восток. Видите? Контрабанда. А никто же не прочел. А почему сказка о царе Салтане зациклена на цифру 3? Все, что четвертый, не подходит. Все, что получается плохо. Смотрите. Три девицы. Ткачиха, повариха, свати, баба, повариха. Когда... Откуда появляется свати, баба, повариха? Вместо кого? Было три сестры. Одна стала царицей, а эти объединились против. Значит, у нас только ткачиха, повариха. Значит, нужна третья. Появилась свати, баба, повариха. Сколько раз летал Гвидон? Три раза. Помните, сначала укусил ткачиху в левый глаз, потом повариха в правый, а бабушку пожалел, бабу, повариха. И укусил ее в нос. Теперь смотрите, троица, да? Слева окосела в эту сторону, а в эту сторону, а в эту и нос расплыл. Видите, как красиво выглядит? Да? Пожалел, чтобы четвертого раза не было. А четвертый раз, когда он должен был лететь, он с женой остался. Вдруг неожиданно возлюбил свою жену опять, Гвидон молодой. Не поплыл, не полетел. Да? Три полета было. А сколько чудес у Гвидона? Три чуда. Белка песенки поет, да? И поет в саду или в огороде, да? Второе чудо. А сколько богатырей было? Тридцать три. Сними, дядька Черноморья. Так он такой, тридцать третий, тридцать четвертый. Многие задают мне вопрос. Тридцать три богатыря. Сними, дядька Черноморья. Потому что богатырей должен быть тридцать три. То есть все отстроено на три. Если вы начнете читать, я сейчас выпускаю книгу. Там полностью мы проходим через всю эту сказку. Мы видим, что там несколько сот троичностей. Вот почему четвертый раз не должны были корабельщики плавать. Они поплыли и попались наконец. Вот там же сколько судеб сталкивается. Но еще раз мы читать-то мы не умеем. Равно как и слушать музыку. Почему все слушают попсу? А потому что там зашел, вышел, ушел. Первый уровень. А почему он не слушает классику? Да понятно же, почему, друзья мои. Потому что там вторые, третьи уровни, четвертые. Там же на сколько не возьмешь, там гений действует. А как же это? Гений вдруг ни с того ни сего. Дядя Миша со двора, дворник, да? Вдруг возьмет и скажет, ох, как я люблю четвертую симфонию транса. Особенно когда в финале посыкали дворник дяди Миши, да? Помните, как Ильев и Петров смеются? Ну дворник ушел с женой в оперу. Это же шутка. А мы даже не воспринимаем это как шутка. Дворник ушел в оперу с женой. Ничего особенного. А все так, как все дворники. У меня был замечательный случай. Я приехал со своими шведскими ученицами в Россию. Они все первый раз в России. Они играли четыре времени года. Четыре девчонки играли четыре времени года с оркестрами. Сначала мы играли в Санкт-Петербург. Потом в Белоруссии выступали. Так вот, мы сели в такси. Все вместе в большое такси. И едем. Я с ними разговариваю, рассказываю по пути, что они видят. Они говорят, боже, какое чудо, какое чудо, как близко от нас. Мы не знали, мы не видели еще ничего. Смотрят. А я говорю, вот такой у меня город. В таком городе я родился. И так далее, и так далее. А потом вдруг таксист говорит, а вы на каком языке? Какой-то скандинавский, по-моему. Я говорю, да, это шведский. А вот можно я вам, я вижу, что вы человек очень такой своеобразный, кажется неглупый, да, хотя бы говорить по-шведски, вот, несмотря ни на что, вроде бы такой интересный. А если я вам сейчас стих почитаю, если вы угадаете, кто автор этого стиха, я бесплатно вас всех вызову. А если не угадаете, то заплатите твою стоимость. Хотите? Скажете нет, не будет ничего. Читайте. И он мне начинает читать стихотворение Вяземского «Русский бог». Ну, естественно, если бы я уже не узнал стихотворение Вяземского «Русский бог», я говорю, знаете, я вас разочарую. Это «Русский бог» Вяземского. Кстати, почитайте дома, когда будете, наберите в интернете. От начала и до конца, простите. Да. Он говорит, слушайте, еще никто не узнал, а вы узнали. Я говорю, знаете, почему я узнал? Глядя того, на поле, он видел. А он точно нафишевый. Ты не скатся, я говорю, да, вот, и видел. И вы же здесь, как у меня в такси, да? И «Русский бог» для меня, это очень известное стихотворение. Почти диссидентское сегодня. Вот. А девочки мои сидят, притаились, слушают наш русский затовор, ничего не понимают. Говорят, он что вам, стихи читал? Правильно, конечно, как любой нормальный русский водитель. Культура, говорю, какая? Стихи читать на память. А у нас ни одна девочка с нормальным мальчиком не пойдет, если он и стихов не начитает, как следует. Ну, это я уже теперь прижал, потому что время-то другое теперь. Вот. Но раньше, в мое время, это было так. Девчонки загорались на поэзию, на мысли. Но спасение только культура. Культура. Субтитры создавал DimaTorzok